Всем привет! Это ежедневная сводка новостей Донбасса о войне в Украине. Я Кристина Терещенко и уже готова рассказать вам о ситуации по обе стороны линии фронта. Сегодня утром Киев атаковали 28 дронов Камикадзе. По заявлению мэра столицы Виталия Кличко, смогли долететь и взорвались в городе 5 из них. На текущий момент известно о четверых погибших, спасены из-под завалов 19 человек. Четверо получили ранения. Одной из жертв попадания дрона в жилой дом стала беременная женщина, которая, к сожалению, погибла. На этом фоне глава МИД Украины Дмитрий Кулеба попросил о дополнительной противовоздушной обороне, поставках боеприпасов, а также призвал ЕС ввести санкции против Ирана за предоставление России беспилотников. В МИДе Ирана, в свою очередь, заявили, что не поставляли России беспилотники для удара по Украине. Публикуемые новости о том, что Иран поставляет России беспилотники, имеют политические амбиции. И распространяются западными источниками. Днем оккупанты также атаковали Винницкую область ракетами. По словам главы областной администрации Сергея Борзова, есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Также сообщается, что в результате обстрела в Сумской области погиб работник инфраструктурного предприятия. Еще двое там ранены. В течение дня о взрывах сообщалось на Хмельничине, Одессине, Житомирской и Черниговской областях работало ПВО. Ночью был обстрелян Николаев. Из-за утренних атак россиян снова возможны веерные отключения электричества. В компании «Укрэнерго» заявили, что оккупанты повредили объекты энергетической инфраструктуры в Центральном и Северном регионах Украины. Там уточнили, что ремонтные бригады работают над устранением последствий, ситуация в энергосистеме является контролируемой. Тем не менее, «Укрэнерго» призывает украинцев соблюдать режим экономного потребления электроэнергии по всей стране, особенно вечером. Российские войска продолжают атаковать мирные города и села на востоке Украины. Так, в Славянске и Донецкой области обстреляно предприятие керамогранитных изделий. Всего, по данным полиции, в области обстрелами разрушено 7 жилых домов. В результате артиллерийской атаки на село Клещиевка погибли и ранены гражданские. Также сегодня в соцсетях появилось видео, на котором директор одного из самых известных отелей Светогорска, Роше Ройл, впервые после освобождения осматривает объект. Некогда популярнейшее место для отдыха в курортном городе российские войска превратили в руины. «Мы все верим, что эти нелюди сюда больше не вернутся. К сожалению, они непредсказуемы и у них сердца нет. Они готовы на все, чтобы удовлетворить амбиции своего руководителя, президента». В Луганской области российская армия атаковала недавно деоккупированные села Грековку, Новоегоровку и Белогоровку. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «Тю территорию, яку зведнили Збройные силы Украины, то оккупанты зараз расстреляют вщент полностью и танками, и артиллерией, и РЗСО, Градами хотят. Тобто просто населенные пункты стирают за ближайом взагаде полностью». Сергей Гайдай также рассказал, что оккупанты мобилизуют на войну против Украины коммунальщиков в станице Луганской. Их якобы поставили на военный учет и провели медосмотр, по результатам которого все оказались пригодны к воинской службе. Об обстрелах сообщают и на подконтрольной России части Донецкой области. По заявлению российских прокси ДНР в результате атаки на поселок Лидиевка в Кировском районе Донецка пострадали три человека. Под удар попала остановка общественного транспорта и маршрутный автобус. В Куйбышевском районе Донецка помимо жилых домов повреждена котельная. В группировке также заявили, что с утра обстрелом подверглись Ясиноватая и Макеевка, днем район шахты Абакумова в Донецке. Глава группировки ДНР Денис Пушилин признал проблему очередей на границе с Россией. Он заявил, что после так называемого «вхождения ДНР в состав России» ситуация усугубилась. На увеличение очередей, по его словам, повлияло сразу несколько факторов. Во-первых, это более тщательные проверки на наличие запрещенных грузов. Во-вторых, якобы увеличение числа желающих съездить в Россию где-то в полтора раза. Пушилин уверяет, что поручил ликвидировать пункт пропуска, а на российском КПП хотят заменить таможенников и пограничников на представителей Росгвардии. Псевдоглава оккупированной Донецкой области также заявил, что вопреки ожиданиям людей, размер пенсии и социальных пособий на подконтрольной группировке ДНР территории до конца года меняться не будет, несмотря на так называемое слияние с Россией. Все потому, что до изменений в российском федеральном законодательстве соцгарантии останутся на прежнем уровне. Пушилин уточнил, что изменения могут произойти в начале следующего года. Аналитики Института изучения войны считают, что российский президент Владимир Путин воспользуется любой приостановкой войны, чтобы подготовиться к новому наступлению. Институт отмечает, намерения российского президента по Украине вряд ли изменятся. Поэтому приостановка боевых действий поможет России заморозить линию фронта в самом лучшем для себя виде, чтобы впоследствии начать новую агрессию. Эксперты также отмечают, что российские войска, вероятно, фальсифицируют информацию о продвижении в районе Бахмута Донецкой области, чтобы показать себя достигающими успехов, по крайней мере, в одном секторе на фоне постоянных потерь на других участках фронта. Все на сегодня, но продолжаем информировать вас в нашем телеграм-канале «Дежурный по Донбассу». Если нравятся такие сводки, как эта, то их на ютубе выпускаем ежедневно. Подписывайтесь, чтобы не пропускать. Берегите себя и до встречи!